Вот так крыша улетела, создание вот этого. Все линии порванные. Так атомная война прошла. Вся крыша целиком улетела. Это в натуре апокалипсис. Это все напоминает судный день, шутят в соцсетях. Улица Партизанская 169, создание упала крыша, машины в смятку. Улица Молодежная, ветер повалил деревья. В городах и районах Алтайского края второй день посчитывают убытки от ураганного ветра, который накануне прошелся по региону. К сожалению, не обошлось без жертв. В Барнаульском поселке Центральный погибла женщина, которая пыталась удержать крышу дома. Серьезные травмы получили два жителя города. От удара рекламным щитом и оторваны частью спецавтомобиля. Второй день рождения могут отмечать люди, которые находились в этом автобусе в Бийске. Через автобус насквозь прошло дерево. В Заринске деревья чуть не убили случайного прохожего. Вот он пошел. Вау, машина проскатила. Вовремя забежал домой и этот парень из Барнаула. Стихия не прошла стороной объекта торговли. Так в день урагана выглядел китайский рынок. Не пощадил ураган и кладбище. Такими кадрами делятся жители Боровихи. Вот так вот сегодня наваляло на кладбище. И снова Бийск. Ветер разнес мусор за пределы города. Из-за стихии многие жители до сих пор испытывают проблемы с электричеством. В день Икс его лишились 205 населенных пунктов. 10 из них на утро сегодняшнего дня остаются отрезанными от электроэнергии. В Алтайском крае под отключение электроэнергии попадало 205 населенных пунктов в 26 муниципальных образованиях. Восстановлено электроснабжение в 195 населенных пунктах. По данным Россети Сибирь на 7 утра оставались отключенными от электроэнергии 10 населенных пунктов в 7 муниципальных образованиях. Под отключением находится 680 жилых домов. В ближайшее время планируется закончить аварийные работы и восстановить подачу электроэнергии. Сегодня в Барнауле на оперативном совещании подвели итоги урагана. В городе больше 300 происшествий. Повалено как минимум 162 дерева, 17 рекламных щитов. Повреждено 33 автомобиля. Были зафиксированы повреждения фасадных частей зданий. 6 случаев устранено, 1, 5 на контроле. Повреждения кровли 67 случаев устранено, 24 на контроле остается 43. И было повреждение 4 остановочных павильонов. Устранено 2, остается на контроле 2. Всего к ликвидации последствий в краевой столице было привлечено более 300 человек и более 100 единиц техники. И ликвидация продолжается. Ирина Корчогина, Алексей Фризин. День с толком.